Спутник Ви, российская вакцина против коронавирусной инфекции, как известно, была зарегистрирована первой в мире. Благодаря успешной работе наших ученых уже в декабре началась кампания по вакцинации. Это позволило сделать прививку тем, кто входит в так называемую группу риска – медикам, педагогам и социальным работникам. С 18 января в Краснодарском крае, как и по всей России, началась массовая вакцинация населения против коронавирусной инфекции. Куда обращаться, чтобы сделать прививку и какие противопоказания существуют, расскажет Андрей Вишневский. На Кубани прививку против COVID-19 можно сделать в пунктах вакцинации, которые развернуты на базе больницы-поликлиник. В нашем городе сейчас вакцинация населения пока идет в первой поликлинике, где созданы для этого все необходимые условия. Вакцинация является добровольной и бесплатной. Прививка может быть сделана любому человеку старше 18 лет, зарегистрированному в Краснодарском крае и не имеющему к этому противопоказаний. В первую очередь вакцинируются медицинские работники, работники образовательных учреждений, работники общественного транспорта, работники предприятий энергетики и жилищно-коммунальной сферы, а также государственные и муниципальные гражданские служащие. В настоящий момент нами привито уже более 500 жителей нашего района. Для вакцинации мы используем вакцину ГАМ-КОВИД-ВАК, она же называется «Спутник». Данная вакцина проводится в два этапа с разницей в 21 день. Она абсолютно безопасна и рекомендована Министерством здравоохранения Российской Федерации для применения, в том числе лицам старше 65 лет и лицам, страдающим хроническими заболеваниями. Сахарный диабет, заболевания сердечно-сосудистой и бронхолегочной систем не должны быть препятствием для вакцинации. Конечно, противопоказания есть. Прививку не делают тем, кто в течение последнего года перенес острый коронарный синдром или инсульт. Противопоказаниями к вакцинации являются хронические системные инфекции, туберкулез, новообразование. Для вакцинации необходимо обратиться в лечебное учреждение по месту жительства и обозначить свое желание. Человек будет записан, включен в списки вакцинируемых и приглашен на определенное время. Приглашаю всех принять участие в вакцинации от коронавирусной инфекции и тем самым обезопасить себя от этого тяжелого заболевания. В течение двух недель будут развернуты три дополнительных пункта. Это вторая поликлиника, Анастасиевская участковая больница и Петровская участковая больница. Вакцинация проводится в два этапа с интервалом в 21 день. Для проведения этой кампании задействованы опытные и высококвалифицированные специалисты. Люди к нам приходят, добровольно записываются, врач их осматривает, измеряет температуру, собирает анамнез. И в первую очередь мы стараемся прививать пациентов, которые имеют хронические заболевания. И на данный момент находятся в состоянии ремиссии, то есть не имеют жалоб активных. Это и сахарный диабет, и хронические бронхиты, и сердечно-сосудистые заболевания в стадии компенсации. Медосмотр перед прививкой – это обязательная процедура. Врач измерит температуру. Если она будет выше 37 градусов, то вакцинацию не проведут. Если во время осмотра выявят острую фазу любого заболевания, вакцинацию придется отложить. Одним из первых во время массовой вакцинации привился глава Славянского района Роман Синеговский. Я уже порядка шести лет, наверное, ставлю прививку от гриппа. Чувствую себя замечательно, ни разу гриппом не болею. И понимаю, что на сегодняшний день борьба с этой пандемией, которая есть с коронавирусом, это единственный путь, чтобы, во-первых, самому быть здоровым, не, значит, врачей возле себя не мучить, да. И в целом, насколько мне известно, должен рано или поздно наступить переломный момент. А переломный момент наступает тогда, когда 60% населения не болеют, привиты и здравствуют. Поэтому я считаю необходимым привиться. И в числе первых поднял руку и, как говорится, сделал прививку. Препарат размораживается прямо перед уколом. Каждый флакон вмещает пять доз. Работники образования, так же, как и медики и социальные работники, прививаются в числе первых. Вакцинация для них осознанная и насущная необходимость. Чем жить в страхе постоянно и чего-то ждать? Я считаю, что прививка – это замечательный выход вот в этой ситуации. И я ради своих родных, ради себя. Я работаю в учреждении, где дети, где очень много людей. Я не хочу быть ни сама заболеть, ни заразить других. Поэтому я считаю, что прививаться нужно. Прививка – это не просто защита своего организма. Это вклад в борьбу с коварной инфекцией. Пока не будет привито достаточное количество населения, победить коронавирус не удастся. Не нужно бояться. Потому что чем дольше мы будем размышлять, чем дольше будем и больше сомневаться, я думаю, это будет только хуже. Нужно прививаться и жить спокойно дальше. Уже сейчас славянцы могут записаться на вакцинацию через сайт госуслуг, а также обратиться к врачу с тем, чтобы он записал человека на вакцинацию. С декабря прошлого года по февраль нынешнего в Краснодарский край будет поставлено 235 тысяч доз вакцины. Эта важная и нужная работа будет активизироваться с тем, чтобы все желающие смогли сохранить здоровье, застраховав себя от коронавируса. Андрей Вишневский, Георгий Калинин. Программа «События». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова